Всем привет! Еще раз с Новым Годом! Чтобы у вас в этом году все получилось, все было хорошо. Но Нового Года у меня не было просто времени заниматься и видео. Очень много праздников, очень много было работы. Наконец-то мы преодолели этот условный рубеж. Вышли на финишную прямую следующего года, в котором у каждого из нас есть, наверное, свои планы. Что бы вы хотели сделать, добиться чего-то, заработать, в общем, или что-то выучить, или куда-то поехать. Ну, благословение вам в этом. Надеюсь, у вас это все получится. Сегодня утром произошло небольшое такое событие, которое заставило меня размышлять в течение дня над одним интересным вопросом. Когда мы завтракали с женой, раздался звонок, я открываю дверь, на пороге стоят два симпатичных мужчины в костюмах, при галстуках, с портфельчиком, с книгами в руках. Мы хотим поговорить. Я извинился, их отправил. Я думаю, вы догадались, это были свидетели Яковы. Вот, я сказал, что у меня нет времени с ними беседовать, что я собираюсь на работу, и мы расстались с ними. Но вот эта их попытка рекрутировать меня, значит, она заставила думать вот о чем. Так как я человек более такой практик, в течение дня я размышлял о том, что вот эти люди, они имеют очень интересные вещи в своем характере. Вот их гонят от двери к двери, они все равно идут. Иногда им грубят, иногда им хамят, иногда их ставят в очень неловкое положение, но они продолжают идти от двери к двери, раздают свои книжечки и свой журнал и так далее, и тому подобное. Так вот, я почему-то вот у меня в моем сознании прошла такая параллель. Наверное, вы слышали о сетевом маркетинге, а может даже и поучаствовали, а может быть и дальше продолжаете работать на какую-то компанию, которая себя называется сетевая компания, да, и люди называют себя сетевиками. В этом нет ничего зазорного, ничего нет плохого, и такого рода бизнес имеет право быть на, скажем так, на, в капитализме, на свободном рынке. То есть, вот кто что придумал, тот может и делать, и запрещать никто не должен, это уже не будет свобода. Но мы должны, как Библия говорит, быть просты, как голуби и мудры, как змей. Есть такое место. Так вот, простой – это не значит дурной. Вот, поэтому очень часто люди пользуются нашей простотой, чтобы нас обмануть, увлечь чем-то, нам навешать на уши какой-то лапши и так далее. Быть простым – это совсем другое значение. Это быть доступным к людям, это быть общительным. Вот, мне не раз говорили, почему ты, мол, ведешь себя так, ты доступный слишком для твоего положения. Ну, я говорю, я есть то, что я есть. Ну, я знаю, что некоторым людям нравятся понты, поэтому они любят из себя представлять что-то большее, чем они есть на самом деле. Ну, да ладно, не об этом. Так вот, сетевой маркетинг. Люди придумали очень интересную систему, и она, безусловно, работает. Значит, есть очень много разных. Я расскажу пример, как я познакомился с сетевым маркетингом. Это было 30 лет назад, когда я приехал в Штаты, познакомился с одним русскоговорящим человеком, и он уже раньше приехал, уже освоился, и он меня взял в оборот, начал объяснять, что вот ты будешь хозяином бизнеса своего, ты заработаешь, и потом это все на тебя будет работать, и так далее, и тому подобное. Не буду рассказывать вся эта история, она, я думаю, многим из вас, она уже известна. Вот, и у нас тогда, в то время, была компания, называлась Black Molly Gold. Она продавала всяческие добавки для автомобилей. В масло, в бензин, там, ну, разные-разные, там, огромное количество. И вот этот человек начал мне рассказывать, что вот военный ушел, и военный инженер, там, химик ушел на пенсию, и у него были разработки, и вот он сел, сделал сейчас, и вот продает этот товар, и он такой крутой, что в мире такого нет. И он говорит, вот, пожалуйста, ты добавляешь в масло, когда меняешь коробки, и, значит, что происходит на кристаллической, там, решетке, там, на таком уровне, там, эта добавка, она покрывает металл с очень микронным, там, тысячная микрона, какой-то слой, который потом не дает шестеренкам снашиваться, и эта машина, она чуть ли не вечная. Ну, по большому счету, мы в машине больше 10 лет никто не ездит. Когда гарантия заканчивается, машина начинает сыпаться, мы ее продаем. Но они увлекают, они очень красиво рассказывают о том, что добавив бензин, ты сэкономишь 20-25 процентов. Ребят, я уже с самого начала начал сомневаться, 20-25 процентов сэкономить, это не 100-граммовку на бак бензина. И когда он мне дал несколько бутылочек, мы с другом залили в наши автомобили и проехали, посчитали, и получилось, у одного из нас был пережег на это расстояние, у одного было, ну, как бы по нулям. То есть, реально мы не увидели, значит, какой-то экономии бензина. Вот. Все это рассчитано на вновь прибывших, еще не искушенных во всех этих вещах. И когда я ему начал говорить, я говорю, слушай, там нет никакой экономии, он говорит, нет, вы неправильно считаете. Ну, я говорю, такие простые вещи, это ж легко посчитать. Ну, он-то мне начал мудро объяснять, как надо на одной заправке с одной колоночки заливать и там все высчитывать. Вот. Я говорю, ну, это не 100 грамм, это достаточно серьезно. Вот. Все-таки 20 процентов на бак, 25, это много. Ну, в общем, я с ним распрощался, за советом пошел к товарищу, о котором я рассказывал в моих видео, Майк. Я говорю, слушай, Майк, вот такая, он начал смеяться, говорит, с их эмиграцией приехало много людей, которые тоже попали вот в такие различные сетевые маркетинги, и у которых, говорит, до сих пор в гараже стоят эти банки, бутылки, ящики вот этих товаров, которые они не смогли реализовать. То есть, подобные вещи, они придуманы давно. И эти компании, вот я за 30 лет наблюдаю, некоторые стабильно идут, работают, а некоторые исчезают, на их место появляются новые, с новыми историями о каких-то ученых, там, военных, или физиках, или химиках и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому всегда вот это напрягает. Но обычно надо включить мозги и, как я говорил, быть мудрыми, как змей. В чем здесь должна проявляться мудрость? Мы должны быть объективными. Нас всегда увлекают в детали. Начинают нам рассказывать, какое-то мыло хорошее, какой-то очиститель крови хороший, какая-то добавка к продуктам хорошая, какая косметика бесподобная, такой вы нигде не найдете. И вам объясняют, вы не смотрите, что упаковка такая чиповая, а вот содержимое – это что-то с чем-то. Так вот, ребята, первое, на что надо обратить внимание, это посмотреть, сколько в компании работают людей. Прочитать внимательно то, что написано мелким шрифтом, а там написано, в некоторых компаниях написано, что средняя зарплата человека, который приходит, она бывает 2-3 тысячи долларов в месяц. То есть, это ничего, это, как мой теть говорит, при луне левой ногой. Значит, обычно показывают чеки каких-то менеджеров, каких-то продвинутых ребят, которые заработали миллионы, на джетах летают, там Феррари под домом стоят, встречи под пальмами, в каком-нибудь Лас-Вегасе и так далее, и тому подобное. Но если вы возьмете просто, сколько людей работает и сколько миллионеров в этой компании, вы увидите просто, просто, простые вещи, что, чтобы прорваться туда наверх, точно так же, как и в обычном бизнесе, надо проявить немалую смекалку и немалое усердие. И то еще, это не всегда гарантированно. Также я был на одной презентации, не буду называть компанией специально, но еще тогда не было энергетических дриньков, этих напитков разных, только-только появлялись первые зачатки. И вот я слушал, сидели, мы слушали, там каждый выходил, выступал, рассказывал, как все круто, какие хорошие товары, как они на рынке все захватывают и так далее. И потом один мужичок вышел и говорит, я вам покажу энергетические добавки. Значит, и он показывает пример. Колба стоит, потом лампа большая такая, но она, ватт на 15, наверное, но она огромная, впечатляет, такая большая лампа. Электроды в эту колбу вставлены. И потом он берет и вот этой энергетической жидкости добавляет туда, и вдруг лампа начинает светиться. Все начинают ликовать, хлопать, кричать, такие счастливые. Но, ну, это самое. Мы с женой чуть не полезли под стулья. В средней школе у нас все это показывали, это было круто. Любая щелочь, любая соль и насыпьте, растворите, вставьте электроды, лампочка будет гореть. Короче, развели там эту публику по полной программе. Я хохотал, и потом, когда мы вышли на улицу, нам подарили по маленькой такой вот бутылочке, и мы там все пробовали. Значит, стоят два парня, американцы, и один другому, ну, говорит, попробуй, как? Тот попробовал, ну, как? Ой, говорит, круто. It's so good, it's so good, it feels good. Второй берет, пробует, и перед ним начинает трепыхаться, и говорит, как круто все, как он чувствует, просто прилив энергии. Ну, я взял, попробовал, там просто соленая водичка. То, что не вредит, можете продавать, а байки рассказывать какие угодно. Энергетические они там, или там они здоровья добавляют, или жир сжигают, не имеет значения. Байка прицепленная, она будет работать. Люди хотят верить вот в эти все вещи. И поэтому, возвращаясь к Библии, говорю, будьте мудры, как змей. Будьте простыми, доступными, с людьми относитесь нормально, но не допускайте, чтобы вас опускали до такого уровня. Вот. И наблюдая за всем этим бизнесом многие годы я пришел к тому, что даже чисто математически, если посчитать математической прогрессией, создать семь поколений, это практически создать, забрать под себя весь Сиэтл, весь мегаполис. Семь поколений это очень много. Это даже по теории вероятности нереально. Это невозможно, чтобы один продукт стал покупать весь Сиэтл. Итак, ребята, продолжая вот эту тему, я не знаю, может быть, я кого-то и раздражать буду этим, но я не видел русских, кто бы стал на этих вещах миллионером. Понимаете? Просто я их не видел. Ну, вырывались кто-то там, становились какими-то даймондами, какими-то там сапфирами, какие-то там звездочки зарабатывали, там все это. Это хорошо все мотивировано. У меня есть очень хороший знакомый, мультимиллионер из Австралии, Питер Данилс. Я с ним обедал, как-то мы общались, и он говорит, что говорит, надо не работать на сетевые компании, а надо создавать сетевые компании. У него, кстати, есть сетевая компания, которая распространена по Индокитаю. Вот. Малайзия, там вот эти все острова, вот там продаются его товары, они сделали бренд, они раскрутили это все. Вот. Но если ты будешь работать, это просто работа. Зарабатывать ты можешь 2-3 тысячи, может быть, 5-10 тысяч. Но наблюдая уже десятки лет за некоторыми очень усердными людьми, я не увидел, что они поднялись так здорово. А ведь знакомых у нас очень ограниченное количество. Там в России, может быть, в Украине, может быть, можно найти там родной язык, там люди разговаривают, можно найти простых людей. Но в Америке твой круг очень ограничен. Он может быть максимум, что ты найдешь это тысячу человек. И ты становишься похожим вот на этих ребят, которые ко мне сегодня утром позвонили. Тебя уже не переваривают, с тобой не хотят общаться, с тобой не хотят разговаривать, потому что ты превращаешься в сектанта, который проповедует везде, на каждом перекрестке, на каждой встрече, где бы ты ни появился, ты всегда будешь говорить про это. Людям это не нравится. Люди хотят, может быть, поговорить про отдых, может быть, про какой-то другой бизнес, может быть, про спорт, может быть, про хобби, какой-то. Но эти люди, вот как эти свидетели и говы, они будут постоянно говорить вот об этих вещах. Поэтому, ребят, я никого не отбиваю, никого не хочу, ничего заставить, чтобы вы не участвовали в этом бизнесе. Лучше, если вы его создадите. Но работая на такую компанию, вы просто не заработаете, не станете миллионером. Ладненько, я, может быть, что-то упустил много, но уже 15 минут наговорил, будет долго слушать, может быть, будет нудно. Ну, в общем, всем хорошего настроения, успехов в новом году, благословения вам, до следующей встречи. Пока.